Когда речь идет о санкциях против родной страны, оставаться в стороне сложно. Тем более тем, кому здесь еще учиться, создавать семьи, воспитывать детей. Молодежь на неделе выступила категорически против ограничений. И вот пример смелости и неравнодушия. После слов госпожи Ангелы Меркель об ужесточении санкций, 17-летний юноша из Молодечной Алексей Николаев написал письмо канцлеру Германии. Вот цитата из него. Вы, как и 80 лет тому назад, нападаете на мою страну своими санкциями. Вы мечтаете, что простой белорус Алеша приедет к вам с протянутой рукой за куском хлеба после вашего разорения моей родины. Вы мечтаете, чтобы я не получил достойное образование, ведь рабы нужны необразованные. Вы планируете разрушить мой дом, оставить его без тепла и света. А я наивный ждал вас сегодня на минуте молчания в память о моих предках, замущенных нацией немцев. Это слова совсем юного жителя страны. Он учится в торгово-экономическом колледже, работает диджеем и не смог оставаться в стороне. Участвовал в патриотических акциях. Мы записали с Алексеем интервью. И главный вопрос, конечно, о мотиве поступка. Я обычный молодой парень, который живет в Молодечном, занимается своим хобби. Учусь сейчас в Молодечном торгово-экономическом колледже, первый курс на бухгалтера. Занимался я саксофоном, учился играть с первого класса. Очень мне нравилось. И выступал в оркестре, и на всяких смотрах конкурсов по музыке. Занимался хоккеем. Было очень счастливое детство. И вот это детство мне помогало развивать. Патриотизм мой. Потому что я обожаю просто Беларусь нашу. Беларусы, они добрые, всегда понимающие люди. Я сейчас смотрел за новостями, и у меня это все накопилось. Я захотел высказать свое непонимание, почему Ангель Меркель, у нее же предки были, которые убивали просто беларусов, хотели уничтожить нашу нацию. И мне просто немножко даже обидно стало, что она не могла, или хоть какой-нибудь один немец не мог присутствовать на минуте молчания. Не важно, что возле Брестской крепости, возле любого памятника, вот просто постоять и извиниться за все. Я не хочу, чтобы просто Германия давила своими санкциями Беларусь. Потому что это как 80 лет назад, они давили физически, а сейчас они давят вот таким образом. Поэтому я решил это написать в интернете, попросил маму, чтобы она распространила это все. И как видно, что 6 тысяч людей просмотрело и написали комментарии положительные. Ну, и не только положительные. Очень много поддержки было в комментариях, когда я читал. Мы это все с мамой обсуждали. Были некоторые люди, которые вообще не понимали, что они пишут. То есть одно слово запомнили, и все. А были, которые, наоборот, не вдохновляют патриотизм. Для меня это любить свою роль. Для меня и моих друзей самое главное, это чтобы сохранилось государство. Я просто хочу, чтобы мы не сидели по домам, а гуляли, занимались музыкой с девушкой. Там, ходили по улицам, дарили счастье другим. Ну, если Ангель Меркель увидит мое письмо и захочет даже встретиться, то я ей в лицо расскажу все, что я чувствую про своих предков. Расскажу, как она должна поступать, даже на ту же самую минуту молчания. Ну, если это ребенок понимает, которому даже 17 лет, то можно и взрослому человеку это донести.